И подложил шайбы под саму вот эту всю фигню, то есть, чтобы здесь был зазор, и не стал ее закреплять, закрыл, замок сместился как ему надо, и просто притянул, теперь все отлично закрывается, все, ничего не откроется, все плотно сидит, нажал, открыл, все, так же все отлично закрывается, ничего никуда не денется. Притащил всю обклейку и полку заднюю, теперь буду устанавливать на это место, в общем, тут в принципе все целое, не ржавчинки, ничего, сейчас все это дело обезжирю, наклею вибру, а, так это еще кто-то, получается, сам вырезал, это, думаю, это штатный вырез, оказывается, нет, ничего себе не знал, Ну ладно, как бы хрен с ним, все равно у меня все аккуратно, как раз под дырку вырезано, теперь можно будет сейчас приклеить спокойно и поставить полку, я надеюсь, что мне удастся поставить полку, не снимая динамики, то есть, ее вот так вот как-то запихнуть, и динамик, чтобы туда сразу упали. Еще я не знаю, как будет влиять на работу, у меня здесь минус аккумулятора находится, не думаю, что, конечно, динамик до него достанет, но, как, в принципе, рядом с аккумулятором будет вести себя колонка, я тоже не знаю, напишите, что об этом думаете. Итак, первый слой трехмиллиметровки я, наконец-то, приклеил, в принципе, получилось очень даже аккуратно, ролика у меня нету, поэтому использовал скотч, максимально сильно давил, чтобы выгнать весь воздух, ну, как полагается, потому что роликом, в принципе, там много усилий, это не надо, а здесь я раз поднадавил, в принципе, то на то и выходит, не получилось у меня взять ни у кого в аренду ролик. Ну, в принципе, один ступер приклеил, тоже было хорошо, но все, все очень качественно, прям вообще, все детально, каждый уголок, все, даже здесь постарался максимально прокатать, то есть туда завести все, даже эти остались остренькие, чтобы потом накинуть обратно поверх всего. Все, теперь опять снова обезжириваю и клею уже с пленет, русским способом постучать кулачком и проверить, насколько стало тише, ну, вот звук, собственно, стал нормально глухой, а не звонкий, который был. Начался еще с пленет, потом вот эта штука пойдет сверху, как влагозащита, и потом полка, и думаю, вообще совершенно глухо будет, и не будет идти холодный воздух с багажника, салон будет быстрее прогреваться. Вот эту штуку, думаю, сделать пластиковую позже, вот здесь заводская, деревянная, вот эта вот фанерка. Здесь я вообще не вижу смысла что-либо проклеивать, здесь у меня есть маленькие кусочки, то есть виброизоляция, ну, может туннель только вот проклеить чуть-чуть, чтобы вибрации меньше и было. А так только, думаю, что в основном надо полностью перевенчать, проклеить, и все, и на этом для жиги будет достаточно. Все, собственно, закончил, обратно положил пластиковую фольгу, и вот этот вот карпет или что это, вот утеплитель обратно на место, чтобы доска, если что, не бренчала. Немножко тут обломался, придется мне сейчас снимать свои колонки, чтобы поставить сперва полку, только потом закрутить, иначе динамики, они вот выступают, не дают сюда залезть. Все, ну, в принципе, до аккумулятора ничего не достанет. Так что сейчас снимаю, все ставлю, и аккуратно пытаюсь обратно все прикрутить. Короче, залез я тут в багажник, прокладываю нормально проводку. Все равно динамик чуть-чуть подупирается, но, в принципе, не критично. Главное, что кольца нормально встали на самой полке. Также тут все под приклеил, чтобы ничего не болталось. Тут тоже стык в стык, вон с той стороны колонка встала. В живот проводка соединяю это все с освещением багажника. И сейчас я проводку музыкальную, наверное, уберу в гофру, вместе, ну, к остальной проводке. И, в принципе, все нормально будет. А вот и новые лампочки подоспели, светодиодные. Зато почистил сейчас я отражатели. Только вот этот колхоз я, наверное, не смогу сейчас ничего с ним сделать. То есть, ну, это какая-то порнография полнейшая. Даже потух прямо сейчас. Вот, а так, в принципе, вот стопари с габаритами как светят. Вполне достойно, я считаю. Что, собственно, вчера я успел сделать? Успел сделать, получается, затонировать задние фонари, восстановить полностью противотуманку. Также заменил лампочки габаритов и стоп-сигнала на светодиодные круглые. Поставил личинку замка, с которой я ковырялся, часа три. И поставил заднюю полку, все проклеил. Потом проложил сразу же проводку. Также проводку аккуратно убрал в гофру, которая торчит в багажнике. Чтоб не свисало. Приклеил с одной стороны, где колонка подходит. А с другой стороны, где уже два провода, вместе с подсветкой багажника, я объединил в гофру. Под задним сидением провел. Также решил провести все это дело по центральному туннелю. Чтобы нигде, там с одной стороны у меня получается идет плюс на аккумулятор, а с другой стороны тоже коса идет на всю заднюю электрику. Поэтому решил провести по середине. Все равно сразу к магнитоле, вверх она задерется. Купил я 10 метров, как бы вполне хватает. Еще даже на пищалки спереди поставить. Еще не проверял, как играет. Но, наверное, сегодня начну потихоньку подключать все клеммы. Точнее, все оправдают, что подключать к фишке, которая на магнитолу. То есть, там плюс-минус постараюсь найти, а также вот эти два провода подключу. Ну, там еще остается два провода подключить на передние пищалки. Какой план действий сегодня? Поставить хром ручки стеклоподъемников, также колпачки на ручки дверей тоже хромированные. Полностью собрать передние двери, то есть, за шумоизолировать их. То есть, ну, проклеить вебропластом просто, трехмиллиметровым. Перебрать ручки дверей, поменять личинки. То есть, вчера я уже начал, одну снял с горем напополам. Но, к сожалению, у них развалились вот эти уплотнительные резинки, которые идут под самой вот этой ручкой двери. Сейчас я отправил папу. Не знаю, найдет ли он в одном магазине или нет их. Но в одном уже точно не продают. Даже в комплекте их нету к ручкам. В случае чего, буду сейчас садить это все дело на герметик. Сейчас я это все дело железной щеткой почистил. Получается, покрою грунтом, покрашу в белый и поставлю ручку с герметиком, если не будет резинок. Потому что старые развалились. Потому что машина будет как бы обливаться. Ручки больше не будут сниматься. Поэтому сделаю так. То есть, вот этот кусок полностью сейчас покрашу. А все, что потом будет обливаться, просто... Ну, ручка заклеится, понятное дело, и вокруг все покрасится. Потому что прям детально все вкладывать в машину нету смысла никакого. Продолжаю работать. Также забыл сказать, что поставил новую кожу хруля черный. Не знаю, он немножко не подходит, потому что что-то по личинке замка плюсом. Вот в эту железную штуку, которая, ну, как бы замок обхватывает зажигание. Вот этот пластик там внутри, стеночка, она в него упиралась. Как бы все должно было в аккурат вставать, но получалось так, что нижняя крышка смещается более вниз, а верхняя, то есть, остается на прежнем месте. Поэтому пришлось за стеночку за замком зажигания чуть-чуть отломить, чтобы все поставилось. И то он встал как-то не особо, судя по замку зажигания. То есть, может, какая-то еще резинка должна быть, но что-то не припоминаю. В общем, вот, закончился, наконец-то, второй день возни в гараже. По большому счету, я опять ни хрена ничего не сделал. Ковырялся очень долго с водительской дверью. Также успел, конечно же, чуть-чуть замазать пол у меня под ногами. И сейчас вот допроклею пассажирскую еще дверь. И на сегодня будет все. Придется отложить опять все на следующие выходные. В общем, очень долго все-таки промучился замком. Все-таки особо не получилось его качественно на него поставить. Снимал ручку, все зачистил, все подкрасил. Это не обращайте внимания, это все равно при облитии машины будет как бы, ну, все скроется. Это все будет стираться и покрываться. То есть, нормально все будет. Ручки сниматься не будут. Также, вот эта вот резинка, которая здесь была уплотнительная, она у меня иссохлась. То есть, ей пришел полный капец. Поэтому я посадил это все дело на герметик. То есть, промазал все очень долго и зафиксировал, закрутил. То есть, я не знаю, в принципе, какой толк от этой резинки. Вот это вот все, вот это уже дверная карта, то, что там черная. То есть, тут я не знаю, какие-то же еще, наверное, пыльники должны быть. Но у меня здесь ничего не было такого. Постарался, максимально качественно замазал. В общем, неплохо так получилось, по сути. Он еще чуть-чуть подсыхает. Ну все. Но это с тонечком потом отрется и будет нормальная хром ручка. Так что, вот, слушайте. Проклеил я дверь тройкой. То, что сейчас буду делать. С той дверью тоже самое. Поставил дверную карту. Долго я возился, потому что в дверной карте вот эти вот дырки, они не по месту расположены, точнее сделаны. Также вот это новое, как сказать, подлокотник, он тоже слегка, у него чуть там, вот это вот место, куда болт садится, чуть шире. И вот короткие болты, которые шли в завода, они чуть-чуть не помещались, пришлось найти подлиннее, одинаковое, чтобы было красиво. Также не смог я насадить сюда вот эту вот накладку на открывание ручки двери хромированную. Поставил их сейчас назад. Поставил стеклоподъемник, ну вот эту вот мешалку с копейки. То есть все работает, все красиво. Вот, поставлю я, наверное, все с копейки. У меня раз комплект есть, у меня только два стеклоподъемника, вот таких только стройки. Вот, снова все промазал вот этой мастикой, защитной антикоррозийной и в то же время шумкой. Но обязательно будет проклеиваться. Мне просто надоело, потому что у меня в ногах постоянно вода, то есть и там это все чуть-чуть где-то цветет металл. Я все зачистил, все закрасил. Теперь жду, пока высохнет, чтобы потом проклеить. Но это уже будет на следующих выходных. Кстати, вот ручки я поставил, еще накладки на ручки открывания двери, хромированные тоже. Также у меня вот здесь все, весь хром. Сюда я тоже поставлю по через копейки. Кстати, вот, забыл показать совершенно. Вот у меня идет проводка на магнитолу. Пустил прямо по центру и хоп, она заходит туда. В общем, пока сделал так. Вы уж извините, что все так в попыхах. Я правда очень сильно устал, аж даже заговариваюсь. Два дня я с ней возился, поэтому что-то реально особо ничего такого не сделал, но времени убил очень много. Вроде бы стараешься побыстрее, но всякие мелочи, они прям забирают очень много времени. Ладно, что хоть и успел разобраться сзади с электрика, теперь сзади поворотники работают, но почему-то задний ход так и не работает, не знаю. Также поставил колонки назад, поставил эту проводку, разобрался с водительской дверью. На следующий ход у меня останется чуть-чуть доделать уже пассажирскую. Также, наверное, замажу все мастика с пассажирской стороны. И, наверное, также под ногами пассажиров, чтобы уже было все наверняка. Ну а так, все на ближайшее время. Ничего такого интересного не происходит. В основном такие гаражные, малярно-подготовительно-проклеечные работы. Особо не я начал здесь смотреть. Как бы и так вам все показал, рассказал, что я клею тройка, сейчас там фен греется. Реально. Вот я почему не увижу зиму, потому что ты загнал машину, вроде бы у тебя вчера еще все с нее стекло. То есть там с арок, там с бамперов, все. Блин. Весь день вытирал, в итоге до самого вечера, как до 11 часов, так все из нее и капало. Сегодня назло пошел снег. Вот еле как ее опять очистил, обтер. Но все равно опять с колес, в нише все набежало. Но я уже особо так часто не был, но, по крайней мере, сегодня все равно уже получше, чем вчера было. Ну, на этом все. Не буду много болтать. Такая небольшая серия получилась. Надеюсь, вам было интересно. Ждите следующих выпусков. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк обязательно. Это помогает мне в продвижении моего канала. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки тоже там. Следите за новостями о предстоящих видосах. С вами был Серега. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok